Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, я представляю техническую сторону, а Кирилл занимается управлением капиталом. Что вообще в 2017 году происходит? Это весь рынок криптовалют, и он в 2017 году показал рост в 20 раз. Такого за предыдущие годы не было. Были попытки роста, но принципиально настолько резкого графика еще не было. При этом есть второй тренд. Он о том, что альткоины в целом уже начинают отжимать немножко долю рынка у биткоина. Биткоин растет быстро, но суммарная капитализация альткоинов, она в целом растет еще быстрее. То есть если смотреть на цифры, то сейчас биткоин в капитализации рынка составляет порядка 53%, около половины. При этом в начале года он был 86%. До 2017 года вообще биткоин забивал почти все. Пару раз было движение Ripple в 2015 году, и было движение Ethereum, которое начиналось в 2016 году. В 2017 году были даже прогнозы, что Ethereum обойдет капитализация биткоин. Но при этом этого не случилось. То есть вот если смотреть на этот график, это не график курсов, это график процентов капитализации. То есть видно, что начиная с 2017 года альткоины вполне себе начинают составлять хорошая конкуренция. При этом что вообще происходит в альткоинах? Есть несколько крупных валют. Биткоин, сейчас биткоин кэш, есть Ethereum. Есть десятка других валют. И есть, вот если смотреть CoinMarketCap, откуда этот график, там порядка полутора тысяч других валют, которые составляют в районе 12% рынка, не более. И есть еще один показатель, еще важный, это суточный объем торгов. Вот суточный объем торгов, начиная где-то со второй сотни топа, с третьей скорее даже, там очень-очень много валют с суточным объемом торгов в районе 10 тысяч долларов и меньше. Это на что влияет? Это влияет на то, что ценой таких валют можно очень-очень сильно манипулировать. То есть сделать какие-то pump и т.д. и т.п. То есть самому управлять ценой, сделать несколько транзакций за такие небольшие деньги, которые сильно изменят цену. То есть если смотреть на валюту, которая там где-нибудь внизу в районе 700-х ранков находится, и посмотреть, ну увидеть у нее рост цены в 100-200 раз, то в принципе если график открывать, то очень точно видно, что она прям, ну это не настоящий график, плохой, манипулярующий. Если смотреть на графики топовых валют, то ну вот это их отношение, да. И вот если смотреть на графики топовых валют, то в этом году биткоин вырос в 10 раз. При этом из топ-10 другие валюты показали гораздо более доходность. Вот они в начале года все почти начинались на достаточно низком уровне. Где-то в мае они очень-очень резко росли, в июне достигали пика. Ну а дальше вот эта волатильность происходила. Некоторые валюты по итогам к текущему моменту выросли в 50 раз, некоторые в 30, некоторые меньше, чем биткоин, но в сумме это рост был выше. И вот если посмотреть на этот график, то видно, что у них у всех разные какие-то точки, кто-то растет, кто-то падает, но вот например эфириум падал так, рипл падал и не восстановился. Но при этом есть одна очень четкая зависимость. Суммарный рынок альткоинов, он почти точно повторяет цену курса биткоина, точнее график цены курса биткоина. Единственное серьезное отличие было в октябре, вот на этом графике, мы его связываем с тем, что был форк биткоина, и люди просто перекладывались в биткоин. Это что значит? Это значит, что вот например десятка, это в ноябре, и если биткоин вырос порядка 50%, то в среднем остальные валюты выросли на 100%. Это значит, что при том, что волатильность у них выше, гораздо выше, вот там где биткоин падал на 10%, общий рынок падал на 40%, но там где биткоин рос на 50%, общий рынок вырос на 100%. Это значит, что можно попробовать подобрать такие параметры модели, при которых инвестирование в альткоины будет выгоднее, чем биткоин, точнее суммарное инвестирование. Вот о конкретных параметрах, о том, как инвестировать правильно, расскажет Кирилл. Коллеги, добрый вечер. Здесь был вопрос про затраты электроэнергии на майнинг. Я абсолютно, конечно, тоже согласен с тем, что Proof of Stake гораздо более экологичный консенсус, нежели Proof of Work, но Proof of Work хотя бы греет. Поэтому я не очень понимаю, у нас там гораздо огромное количество оборудования стоит в выставочной зоне, можно было его сюда принести и наверняка погреться. Я когда, когда я сам пришел на рынок криптовалюты, когда инвесторы, с которыми я работаю, стали меня спрашивать этот вопрос, я не мог сразу на него ответить. Можно я попрошу тоже провести небольшой эксперимент. Поднимите, пожалуйста, руку, кто для себя ответил на этот вопрос. Вот имеет ли смысл покупать что-то кроме биткоина, инвестировать в альткоин? Подержите, пожалуйста, руку. Вот теперь ответьте, пожалуйста, оставьте поднятую руку те, кто может аргументированно вот в одно предложение на цифрах объяснить почему. Тяжело, правда? Я тоже не смог ответить, потому что когда люди говорят, ты знаешь, я заработал на альткоинах миллиард процентов, всегда возникает вопрос, а что он сделал? Повезло ему, да, то есть он выбрал какой-то удачный альткоин, удачный альткоин в удачное время, да, или это какая-то систематическая работа? Так вот, для того, чтобы ответить даже самому себе на этот вопрос, мы проделали следующую работу. Во-первых, сравнивать нужно сравниваемое, да, поэтому мы взяли портфель, который состоит на 100% из биткоина, приравняли его на 1 января 2016 года к 1000, ну то есть по сути мы сделали индекс, начало которого начинается 1 января 2016 года. И посмотрели, как этот индекс себя ведет. Результаты получили следующие, да, вот по состоянию на 26 число, то есть на воскресенье, да, этот портфель, который целиком состоит из биткоина, вырос в 21,5 раз. Да, то есть если бы вы вложили 1000 рублей, долларов или какой-либо другой валюты 1 января 2016 года, то есть на сегодняшний день у вас было бы 21 464, тех самых денежных единиц, да, это то, как читать, собственно, этот график. Среднегодовой темп роста в 400%, я хочу вас обратить внимание, что это с учетом сложных процентов, это такой среднегеометрический рост, а не арифметический, да, то есть мы не можем поделить с вами 21 тысячу пополам, получить 10 тысяч процентов. Это тот темп роста, который у вас получается с учетом накопленных процентов, поэтому он выглядит, может быть, не таким космическим, как другие цифры. Ну и мы еще посчитали метрику рисков, самый простой, на мой взгляд, самая простая метрика рисков это максимальная просадка, то есть это та величина падения, на которую этот портфель упал за один день, да, здесь вы видите цифру минус 19 процентов, и за месяц. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, как инвесторы, которые вкладываются в этот портфель, какие возможные риски, с какими возможными рисками вы можете столкнуться, да, то есть единожды, когда вы, например, утром проснулись, и вы можете увидеть, что ваш портфель сократился там на примерно на 20 процентов от того, что было, да, а за месяц это может стать там примерно на треть меньше. И вы должны себе отдавать отчет, как инвесторы, насколько комфортно вам будет засыпать в следующий день, да, сможете ли вы заснуть, или побежите и начнете нажимать кнопку sell. Что можно сделать еще, да, вообще как бы опыт работы на фондовом рынке подсказывал мне, что если сделать портфель, в данном случае из монет, из криптовалют, то это должно быть вроде как выгодней, да, потому что именно так работает портфельная теория на рынке ценных бумаг, которая существует уже в отличие от крипторынка, да, там достаточно давно. Так вот, что мы сделали? Мы взяли топ-10 монет, топ-10 по капитализации на сегодняшний день. Здесь нужно, правда, сказать, что для того, чтобы опять-таки сравнивать яблоки с яблоками, да, мы этот портфель тоже привели по состоянию на 1 января 2016 года к 1000, то есть по сути мы сделали индекс, но, безусловно, очевидно, что в январе 2016 года десятка топ-10 монет выглядела совершенно иначе. Да, здесь вы видите как раз два портфеля, и, в общем, за эти там без малого два года топ-10 монет поменялось наполовину, да, то есть тех монет, которые были в топ-10 на начало 2016 года, их сейчас первой десятки просто нет. Поэтому как работает этот индекс? Он обновляет вот эту десятку каждый месяц для того, чтобы соответствовать, в общем-то, рынку. То есть каждый месяц мы берем топ-10 актуальный на текущий момент. Так вот, какие результаты, собственно, этот индекс принес за тот же период? Портфель, который состоит из этих топ-10 монет, которые взяты здесь по своей доле в общей капитализации, да, я сейчас, прошу прощения, я вернусь сейчас на один слайд и пересключу на него. Вот если вы посмотрите на состояние, на структуру портфеля, да, вы видите, что биткоин занимает здесь 59%. То есть здесь монеты в этом индексе, в этом портфеле, по сути, составлены таким образом, что их вес в портфеле соответствует их весу в общей капитализации. И, в общем-то, топ-10, да, почему это достаточно репрезентативный, может быть, портфель? Потому что вот этот топ-10, который вы видите у себя на экранах, он занимает примерно 88% от всей капитализации. То есть первые 10 монет, которые есть в этом портфеле, они представляют 88% капитализации всего рынка криптовалют. Еще раз его результаты. Здесь, как вы видите, этот индекс вырос уже на 453%, среднегодовой темп роста. Для того, чтобы вам было проще следить, вот сравнение, собственно, этих двух индексов. Синяя линия внизу – это то, как себя показывал биткоин на этом промежутке. И оранжевая линия – это, собственно, вот этот портфель топ-10 монет за тот же период. Да, вы видите, что разница есть достаточно ощутимая. Если брать среднегодовую доходность, то это примерно там 13% разницы между ними, да, что на протяжении хорошего периода покажет вам, ну, достаточно серьезные результаты, да. Но, опять-таки, вы можете посмотреть на те точки конечные, финальные, к которым они пришли, да. Если вы спросите, а хотели бы вы себе получить 21,5 тысячу долларов, например, да, вложив тысячу долларов в 2016 году или там 25-900, там, ну, вопрос, наверное, ответ, точнее, этот вопрос достаточно очевиден. Безусловно, это происходит за счет роста рисков, да. Вы видите, что если просадка месячная по биткоину максимальная на всем промежутке вот этого периода, она составляет 28%, то максимальная просадка портфеля топ-10, да, она уже существенно выше, ну, так, ощутимее, да, это минус 34 за месяц. Что можно еще улучшить, да, вот можно ли что-то сделать еще больше, еще лучше? Опять-таки, тот опыт, который есть у меня на фондовом рынке, он подсказывал мне следующее. Во всех странах есть, если это законодательно регулируемый инструмент коллективных инвестиций, например, ПИФы, да, паевые инвестиционные фонды, то на законодательном уровне регулятор, это либо центральный банк, либо какой-то финансовый регулятор отдельный, запрещает вкладываться в одного эмитента на какое-то максимальное допустимое значение от общего портфеля ценных бумаг. Например, в России, да, ПИФы не могут вкладывать в одного эмитента больше 10% фонда. Вот у вас есть фонд, который там, который составляет 100%, ни один управляющий в России, если это паевые инвестиционный фонд, не может купить, если это открытый паевые инвестиционный фонд, он не может купить, например, Газпром, даже если очень хочет, больше чем на 10% от портфеля. Почему? Потому что это диверсификация, да. Почему? Потому что так на законодательном уровне спускаются определенные правила игры для тех инструментов, которые публично доступны непрофессиональным частным инвесторам. Так вот, мы проделали такую же примерно операцию, единственное, мы чуть-чуть подняли эту планку, мы сделали в районе 15%, в размере ровно 15%. То есть мы взяли тот самый индекс топ-10, но максимальный вес одного условного эмитента, то есть одной монеты, одной криптовалюты, мы обрезали на уровне 15%. То есть сейчас, если вы видели в той конструкции, биткоин был 59%, то вот в этом индексе, который я вам сейчас покажу, он занимает 15%, потому что это максимум. Так вот, какие результаты показал уже, собственно, этот портфель? Это тот же самый топ-10, только здесь веса ограничены 15%, и та доля, которую забрали мы, по сути, от монет с высокой капитализацией, она была перераспределена в другие монеты. Вы видите, что здесь цифры уже существенно отличаются от первых портфелей. Опять-таки, для простоты, чтобы вам наглядно было видно, вот сравнение, собственно, тех трех портфелей, которые мы посмотрели с вами вот на этом промежутке. Ну, видно, что рост практически в два раза. Почему? Потому что мы, как это работает? Мы забрали часть вложений, по сути, у биткоина, у эфира и прочих высоко капитализированных валют и передали их тем монетам, которые находятся, скажем так, во втором листе, во второй половине топ-10. Какая мысль нас посетила дальше? Да, аппетит приходит во время еды. Что мы решили сделать, что мы решили посмотреть дальше? На какие возможности еще? Мы подумали, что хорошо, вот есть топ-10, да, пусть они даже занимают 88% рынка. И казалось бы, вот мы посмотрели, охватили практически весь рынок. Но можем ли мы двинуться дальше, да, и посмотреть на другие монеты? Мы не стали брать на себя смелость делать портфели из всех там 1300 монет, которые представлены на CoinMarketCap. Наверное, это как бы чересчур, да. Мы взяли, попробовали сделать такой же портфель из топ-20 монет, то есть те монеты, которые входят в топ-20 по капитализации. Единственное, что мы добавили еще, какой такой секретный соус в этот портфель, в этот индекс. Мы решили, что если мы хотим распределить свои деньги с капитал вот этого портфеля на много потенциальных монет, которые должны стрельнуть, то тогда почему бы нам не сделать его вообще равными весами? То есть если в первых индексах мы ориентировались на капитализацию монет, то есть если биткоин много занимает на рынке, его доля большая в портфеле, то здесь мы решили отойти от этой практики и сделать топ-20 портфель, в котором все 20 монет, которые в нем представлены, занимают одинаковую долю. То есть 20 монет по 5%, чтобы суммарно получался как раз портфель. Так вот, ну опять-таки логика у этого есть какая. Мы, коль скоро мы хотим найти какой-то бриллиант, то есть мы же по сути ищем какие-то монеты, которые должны выстрелить, сделать там x10, x100, x1000 и так далее. Поэтому мы делаем равную ставку по сути на каждую из монет, которые находятся в этом индексе. Какие результаты принес этот индекс? С очень высокими рисками, безусловно. То есть просадка дневная, вы можете потерять четверть своего портфеля. Это то, что история нам показывает. И максимальная просадка за месяц – это 42%. Поверьте, если у вас такого в жизни не было, это очень больно. Смотреть на то, что это будет происходить. Поэтому, конечно, нужно всегда соизмерять огромные цифры сверху с тем, что происходит с рисками. Вот, собственно, сравнение всех четырех этих портфелей, о которых мы с вами говорили. Для того, чтобы вам было проще как-то работать с той информацией, о которой мы о чем сказали, мы сделали два доступных вам инструмента. Первый инструмент – это, собственно, сайт, на котором вы можете смотреть за динамикой этих индексов и то, как они будут развиваться дальше. Во-первых, это сайт, где чуть больше информации находится по этим индексам и по их применению. И вы можете подписаться также на Telegram-канал, где в автоматическом режиме вы будете получать раз в день просто обновление значений этих индексов, о том, как они отработали за прошлый день. И второй инструмент, который мы сделали совместно с GetCourse – это, собственно, инструментарий, где вы можете создавать свои портфели и следить за их эффективностью. На этом у нас все. Большое спасибо вам за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Друзья, у кого есть вопросы? Просят вернуть слайд. И вас просят отойти. Вас просят подвинуться чуть-чуть. Нет, далеко уходить не надо, потому что вопросы. Вот, я вижу рука в перчатке. Вот насколько подготовленный человек пришел в перчатках. Еще, небось, стельки подогревающиеся. Спасибо, очень интересно. Подскажите, правильно ли я вас понял, ежемесячно вы пересматривали портфель, да? Или его как сформировали в начале периода, и он оставался неизменным? Ежемесячно пересматривается структура. То есть, те монеты, которые в него входят. Почему? Например, в последнем примере, когда 20 монет топ-20 у вас было, ежемесячно вы какие-то монеты исключали оттуда, какие-то добавляли. Да, единственное, что поскольку вот именно в случае с топ-20 мы пересматриваем ежеквартально. То есть, там раз в три месяца. Если мы говорим про топ-10 индекс, то там пересматривается раз в месяц, а топ-20 пересматривается раз в квартал. Ну и кроме самих монет, пересматривалось их вложение, то есть, их объем в портфеле. Просит еще листнуть? Какой слайд? Следующий просит, ребят. Вот этот? Откуда у вас такая власть над этими людьми, я не понимаю. Да, есть вопрос. Давайте. Здравствуйте. Спасибо за выступление и презентацию. Одна из самых хороших за сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то фонд, в который можно вложиться? Нет, фонда нет. Мы думаем об этом, да. Спасибо. Когда будет? Смотрите, мы пока… Почему его нет, наверное, да, потому что для нас не совсем прозрачное пока регулирование. То, что мы можем сейчас делать, мы можем работать с инвесторами в индивидуальном порядке, когда мы работаем на их счетах через API. То есть, когда деньги не уходят на какие-то другие чужие кошельки, ни в какие фонды, ни в какие смарт-контракты, да, деньги остаются на кошельках инвесторов, и мы через API просто управляем этим капиталом. Я сейчас объясню насчет того, что мы предлагаем. Мы действительно сейчас не предлагаем никак управлять деньгами, мы предлагаем наблюдать за этим. Мы сделали сервис для анализа портфеля от себя и скул, и мы предлагаем посмотреть, ну, попробовать самим собрать какие-то портфели, посмотреть, как это себя будет вести. Более того, мы собираемся это как-то в будущее сделать так, чтобы портфель можно было сохранить и самому, действительно, с помощью API на бирже балансировать. То есть, мы еще сами наблюдаем за рынком и больше занимаемся математикой и анализом, чем, ну, собственно, чем монетизация этих знаний. Вот. Пока мы предлагаем зайти, попробовать, ну, понабирать портфель, посмотреть, что будет с ним происходить. А потом будем предлагать уже как-то реально этим пользоваться для управления своими активами. Добрый вечер. Мы знаем, мы говорим только про модель, про то, что вот из первого слайда, ну, не из первого, из того, что эти валюты, они реально следуют за курсом биткоина. То есть, мы говорим о тех параметрах модели, которые позволят при, ну, вот, при вот этом движении биткоина как-то увеличить доходность, не сильно увеличивая параметры риска. То есть, если биткоин резко-резко упадет, то эта модель действительно, ну, она не будет гарантировать то, что она, ну, она, скорее всего, не спасет. Просто потому, что все остальные криптовалюты вместе с ним, скорее всего, упадут. Но сейчас она позволяет просто при тех же параметрах, ну, при не сильно увеличившихся параметрах риска, сильно увеличить доходность. Собственно, это математика просто. Есть еще один вопрос. Добрый вечер. Спасибо за интересный контент, цифры. Такой вопрос. Какие инструменты используете в портфельном управлении? Ну, вы сейчас спросили, знаете, очень широкий вопрос. Потому что мы сейчас с вами можем только, там, часа три обсуждать, что такое вообще портфельное управление. Ну, приходят инвесторы, вкладывают свои деньги. Как вы, как портфельный управляющий, какие программы... Смотрите, ну, здесь, как только что сказал Тимур, мы здесь себя не позиционируем, как портфельное управляющее. Скорее, мы сейчас даем инструмент. Это инструмент, ну, давайте так назовем, этого индексного инвестирования. Если вам нравится этот подход, тогда вы можете взять просто этот индекс и его реплицировать, по сути. То есть покупать те ценные бумаги, которые в него входят. Понятно, что действительно результаты в прошлом никакой мере не гарантируют результаты в будущем, но это хотя бы та статистика, да, основанная на реальных цифрах, которую мы можем показать по этому подходу. Поэтому если вы наставите на вопросе, какие инструменты, то инструмент – это индекс. Вот те самые четыре индекса, которые мы показали только что. Тимур Кирилл, вот впервые вопрос от девушки за сегодня. Прошу. А, она даже не для себя, оказывается. Робкий мужчина попросил девушку поднять руку. Не случился успех. Да, 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 да. Я хотел максимизировать шансы, чтобы меня заметили. Попросил красивую девушку. Очень интересная презентация, действительно. На самом деле, вот у нас есть фонд индексный, который как раз по этой методологии работает. И я хотел такой вопрос задать. А вы пробовали пооптимизировать вот эти все параметры этой модели? То есть не раз в месяц, раз в день, раз в неделю, раз в 10 дней. И какой у вас получился оптимальный результат? Вот мы считали, у нас получается примерно раз в 15. Раз в 15 дней получается наиболее оптимальный результат. И количество монет, например, которые входят в парфель, да, вот у вас там 10, 20, а у нас получается лучше всего 25, да. Не знаю, были у вас какие-то такие расчеты. И прочие вот такие вот параметры. Чисто математические, на исторических данных, если погонять, то там какие-то оптимы у вас получались или получается там, например, там, ну, неразличимо, там, разницы небольшие получаются? Ну, здесь, мне кажется, нужно иметь смысл держать баланс между вот такой механистической, алгоритмической оптимизацией, да, и теми издержками, которые они будут вызывать. Ну, то есть, возможно, там самый оптимальный портфель будет, если его перебалансировать раз в полчаса, да. Ну, как проводить эти сделки, какие будут издержки на эти сделки, да, комиссионные, да, и так далее, и так далее. Потом вот эти индексы, которые мы делали, они скорее, у них назначение такое очень прозрачного, понятного инструмента. Безусловно, когда и если делать именно уже инвестпродукт, да, мы можем применять там более сложные стратегии с какими-то другими метриками, методиками, с какими-то добавочками, да, там, к этому, и так далее, и так далее. А в данном случае это такой чистый индекс, ну, смотрите, вот есть S&P 500, ну, например, да. Там, почему 500? Наверняка, как бы, если бы там побалансировать что-то, да, может быть, там было бы 497, S&P 497, было бы, наверное, гораздо более доходней, возможно, или 526. Но S&P 500 существует потому, что это очень такой понятный индикатор всеми легко воспринимаемый, да, это 500 крупнейших компаний. Вот примерно с такой же логики мы строили топ-10 и топ-20. Я сейчас еще добавлю чуть-чуть. Мы играли с цифрами с разными, но вот если представить себе, что обучить модель очень-очень точно, то, ну, вот мое личное мнение, модель получится переобученной. То есть она действительно очень сильно зависит от старических главных, и ее показатели в будущем вряд ли будут, ну, так же хороши, как вот то, что она подберет. Она будет сильно переобучена, эта модель. Вот здесь один из спикеров хочет выступить в роли задающего. Это вот здесь. Добрый вечер. Добрый. Вопрос следующий. Вот если брать топ-5, две криптовалюты, созданные, ну, последние три месяца, а если топ-20, то, ну, за последний год. Они часто меняются, входят, выходят. В какой момент вы даете сигнал о покупке или о продаже? Потому что волатильность настолько высокая, она за день может на 100% вверх, на 90% вниз. И вот цена одного часа вашего сигнала может или неверный сигнал дать, или верный. Вы можете мне посоветовать биткоин кэш купить по 2 800, а сейчас он там полторы. И наоборот, дэш продать по 300, а сейчас он 600. Ну вот точность по времени. Вот этим инвестирование отличается от трейдинга. Мы предлагаем алгоритм, который показывает какие-то стабильные результаты, и он не зависит от движений. То есть действительно он может быть не настолько оптимальным, насколько там вы пробуете угадать, но это именно алгоритмическое инвестирование. Ну вот Кирилл лучше, наверное. Ну я добавлю еще, смотрите, если я правильно услышал ваш вопрос, то там есть определенная встроенная защита от дурака, назовем ее так. Например, в индексах не могут в индекс попасть те монеты, которые не продержались в топе, например, на протяжении месяца. То есть есть действительно как бы случаи, когда какую-то монету раскачивают, вот какой-то битконнект, например, там недавно был, он вылетел в десятку, потом из нее также вылетел, она не попала в наши индексы вообще. Просто потому, что она залетела в топ-10, по-моему, она там продержалась, может быть, неделю, может быть, несколько дней. Поэтому да, мы понимаем, что с точки зрения волатильности рынка могут быть разные такие коллизии, когда в топ-10 или в топ-20 попадают монеты, которые там единственный раз появились и также легко оттуда вылетели. Поэтому такая защита есть. Да, мы смотрим за тем, чтобы монета закрепилась в этом топе хотя бы на месяц. Руслан Тугушев готов выступать? Следующий спикер. Еще вопросы есть? Сейчас, сейчас я обращусь просто. Если нет, то можно мы еще вас помочь? Конечно, мы можем поработать. Спикера нет, а вопросы есть. Сейчас, вот здесь мужчина давно сидит в позе Гитлера. Обижаете, обижаете. Спасибо, ребята. Очень интересное выступление. Хочу задать такой для себя важный вопрос. Вот я думаю, что большинство здесь присутствующих интересует одна простая позиция. Перейти из области шаманства, так называемого, в некую зону комфортного ремесла. Вот анализируя ваши графики, прекрасно, значит, топ-10, топ-20, здорово. Есть тренд биткоина, есть тренд пакета альтернативных монет. Вы для себя каким-то образом отметили, скажем так, некую инерцию в реакции рынка на цену альткоинов и реакцию рынка на цену биткоина? Я надеюсь, что вы правильно поняли вопрос. Мы ищем инерцию. Я очень надеялся, на самом деле, что инерция есть, и она составляет какое-то количество дней. Ну, там, я не знаю, что текущий рост биткоина, можно очень быстро спрогнозировать рост альткоинов. Там, ну, она не находится прямо уж совсем явно. Особенно, вот говорю, в случае с октябрем, там были какие-то совершенно вещи, ну, когда биткоин растет, а альткоины наоборот не растут. И более того, из них как будто перекладываются биткоин. Это, ну, действительно, с форком, скорее всего, связано. Но вот четкой инерции, ну, во всяком случае, я не находил. Может, там нет четкой зависимости. Хотя я очень надеялся ее найти. Это было бы замечательно для, как раз для ремесла. Замечательная у вас статистика. Ну, и хотелось бы ваше мнение услышать по альтам. Вы же знаете, что сейчас происходит, что происходило там в августе, в начале, когда было очень много коинов разного плана ICO. И ваша оценка вообще. Стоит ли на них обращать внимание? Мы с тобой зря выступали. Видимо, ответ мы так и не дали, да. Нет, ответ нормальный, но просто конкретно, вот по альтам. В случае ICO, ну, вот, например, кстати, вот наша компания, она действительно сейчас проводит ICO. Там есть очень-очень много интересных вещей, ну, то есть в нижней части списка по капитализации, которые могут расти сотни раз. Просто вот такие алгоритмические вещи, они их гораздо хуже находят. Поэтому действительно в случае ICO, это надо смотреть на команду, ну, надо изучать проекты, надо смотреть, что там происходит. А вот в случае здесь, это можно завести как алгоритм и четко торговать по стратегии. Тема ICO, мало того, что изучаем, ну, я говорю, мы свое ICO проводим. В плане инвестирования в ICO, ну, да, мы это активно изучали, там намного больше внимания нужно к проектам. Ну, вот, например, есть трейдинг, это когда надо прям смотреть на взлет и падение. В ICO надо другим фундаментальным анализом заниматься. Давайте я проще скажу. То есть если вы хотите выбирать, делать то, что вот на рынке ценных бумаг называется stock picking, да, вот выбирать конкретную ICO, конкретную монету, да, то на мой взгляд это просто работа. То есть вам нужно ей заниматься. Ну, там, ну, это профессия, да, на это нужно тратить время. С точки зрения инвестиций вот такого рода в индексы, да, то вы можете это делать, ну, условно, после работы, скажем так, да, тратя на это, там, не знаю, 15 минут в месяц. Есть еще вопросы? Или, может быть, готов Руслан? Или если вопросов нет, то давайте отпустим тогда Кирилла с Тимуром. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Очень, очень резонансное у вас получилось выступление. Очень много вопросов было. Спасибо. 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 Спасибо.